Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна и в этом видеоролике сегодня я буду снимать деток с цветоносов у орхидей фаленопсис. Как я уже говорила в своих видеороликах, а было их не один и не два, ссылочку на них я оставлю под этим видеороликом. Такое размножение орхидей это, пожалуй, самое быстрое размножение и самый быстрый способ получить детку. Получить потомство от растения и таким образом размножить орхидею. Но как уже в прошлом своем видеоролике об этих растениях, я рассказала в каких условиях образовались все эти три деточки. Вот сейчас такая замечательная детка выросла, на этой орхидейке тоже детка выросла. Сейчас я вам поподробнее покажу все изменения, что произошли за этот срок. Ну это где-то примерно 2-3 недельки прошло с того момента, если я не ошибаюсь. И вот эти растения на сегодняшний момент выглядят вот таким вот образом. У одной детки, смотрю, даже закуклились корешочки, так как она уперлась прямо в полку. И требуется вмешательство для того, чтобы отделить и уже посадить отдельно, для того, чтобы эти растения могли скорее адаптироваться и вести самостоятельную жизнедеятельность. Также корешки отрастают очень длинные. Это тоже может затруднить дальнейшее отделение детки. И ждать уже нет возможности, ждать уже, как говорится, некуда. Ну а кроме того, что это самый быстрый способ, верный и надежный, получить точную копию, то есть точно такое же растение, это еще получаются и очень здоровые растения, выросшие не в стерильных условиях. Более устойчивые, так скажем, к нашей агрессивной среде, нежели чем те растения, которые были получены семенным путем в колбах, в стерильных условиях, в условиях лаборатории. Так что это получатся точные копии, причем еще с очень хорошим иммунитетом. И это будут очень ценные растения. Сейчас давайте посмотрим, какие же изменения произошли. Я подробно покажу. Тут очень интересные такие новости у нас. Ну а потом я также покажу еще новости во фласках, как растут и развиваются малыши. Когда я снимала прошлый ролик, я также показывала вот это растение. Это мой посев, который находится у меня во фласке. И через два месяца этому мышу будет год. И очень отчетливо показался корешочек. Вот так можно разглядеть слева в пазухе. Вот это светленькое. Это таким образом отрастает корешок. Он отогнул листик. Лист теперь полностью лежит на питательной среде. И отрастает корешулька. Вот такой уже вымахал листок. Я думаю, для тех, кто следит за этим процессом, очень интересно. И вы можете наблюдать, как очень быстро начало развиваться это растение. К тому же я хочу показать новости для тех, кто следил за совсем новым, свежим посевом. Хочу поделиться своим результатом. Все прошло очень успешно. И вот по прошествию двух недель, даже чуть меньше, на днях, я увидела зарождение жизни. Вот видите, такие точечки зелененькие. Это уже начинают набухать семена. И появляются протокормы. Зарождение жизни у нас получилось. Вот такие новости. И уже на своей странице ВКонтакте я разместила эту новость. Очень было много поздравительных таких комментариев, счастливых, веселых. Даже кто-то написал, что мой успех это ваша радость. Вот я спешу поделиться своим успехом и порадовать тех, кому это интересно. Посев был 3 апреля 2001 года. Совсем можно сказать на днях. И сравнивая с прошлой моей флаской, с прошлым посевом, здесь дела обстоят довольно-таки уже гуще. Гуще можно сказать, да. И довольно-таки быстрее продвигаются. Верну эту колбу обратно в ее условия. Ну а вам покажу новости, которые происходят непосредственно на самих кустиках фаленопсиса. Я показывала вот эту детку на этом фаленопсисе. Она была чуть меньших размеров. Сейчас она уже заметно подросла. С каждым днем у нас продвигаются и продвигаются успехи. С каждым днем что-то новенькое весна стимулирует. Помните, тогда при осмотре вот этого цветоноса я заметила слегка набухшую почку. Вот на сегодняшний момент, на сегодняшний день вот таких размеров уже выросла маленькая деточка. Деточка загорелая, так как она непосредственно находится под самими лампами. Очень близко располагается и выделение антоцианов окрашивает растение вот такими баклажановыми красками. Ну и эта деточка, она тоже решила порадовать. И, насколько я понимаю, детка выпустила цветонос и хочет зацветать. Но сегодня я буду отделять эту детку. Мне поступает нередко такой вопрос. Детка собирается зацветать, что делать? В данном случае я предпочту, хотя у меня это такой случай впервой. Он у меня, можно сказать, первый и пока что единственный, что детка собирается зацветать, будучи на цветоносе материнского растения. Все равно я отделю эту детку, так как корни уже доросли до нужных размеров и можно уже отделять. Листовые пластинки тоже очень хорошо развиты. Поэтому, несмотря на то, что имеет детка цветонос или не имеет, на данном этапе цветение этого растения для меня не так важно, этого молодого экземпляра. Для меня сейчас на данном этапе важнее отсоединить эту детку и приучить ее к самостоятельной жизни, так скажем. Ну вот это растение такими новостями радует. Дальше, давайте посмотрим на следующий экземпляр. Этот экземпляр имеет отличные растущие корни, не только на самом растении, но и вот на этой детке. Детка уже огромная. Вот такие, смотрите, растущий кончик с целую фалангу пальца, можно сказать, по 2-3 сантиметра. Вот это можно назвать растущим кончиком, активно растущим. Так, детка сейчас дала мне еще один корешочек от своего основания. Вот у нее два таких замечательных листика. Корни очень уже длинные. И для нее я приготовила посуду в виде стаканчиков пол-литровых. Но к ним мы позже, позже на них посмотрим, на эти стаканчики. И вот здесь вот эта кроха тоже развивается. Ее я в своем прошлом видеоролике об этих растениях показывала. Все видеоролики, ссылочку на них, о которых я упоминаю в ролике, ссылаюсь. Ссылочки оставляю все в описании. Потому что все равно люди интересуются, но, видимо, подключаются новые зрители. И, наверное, не знают такую информацию, все равно задают вопрос. Лучше, чем в видеоролике, я на ваш ответ не смогу ответить. Вот. И эта деточка сейчас дала вот такой замечательный корешочек. Тоже очень активный кончик, посмотрите. И вот такая малышка, как раз таки спрашивали, как быстро дают корешки. Но в моих условиях это очень быстро. Вот посмотрите. Прошло несколько недель с момента прошлого показа этих растений. Но эти растения, они и заметно подросли. И вот первый корешок наметился. И этому растению от момента его появления, от того момента, как я его заметила, чуть более месяца. Можно сказать, развитие очень стремительное получается. Но и корни не заставляют себя ждать. Здесь я вижу тоже еще кое-что напухает. Вот здесь слева. Возможно, скорое появление еще одного корешка. Хочу напомнить и пояснить, что это детки, получившиеся естественным путем. Они не гормональные. Никакими гормональными пастами, средствами я не пользовалась. И само растение ничем таким гормональным не поливало. И уже давние мои зрители знают, что и удобрениями я балую свои растения не часто. А вот именно, что балую, даю изредка и предпочитаю это делать по листу, по листовой пластинке. И в основном в период очень активного роста. Посмотрите, какой очень активный рост. В моих условиях орхидеи растут практически круглогодично. Они не спят. И вот в таком состоянии они находятся круглый год. А следовательно, и время конкретное мне выбирать для удобрений не приходится. Если я вижу активный рост корней, активный рост листьев, я могу подкормить растение каким-нибудь комплексным удобрением. Или же подкисленной водичкой, которая благоприятно действует на фаленопсисы. Об этом я уже рассказывала. Какие препараты или что взамен можно для этого предпринять. Также давайте посмотрим на детку, которая сейчас, наверное, первым делом у нас будет отсоединена от материнского растения. Как бы ее тут развернуть еще. Так, видите, как она загорела. Это растение растущее на полке. И в прошлом своем видеоролике я рассказывала о всех условиях, что эти три орхидеи находятся в совершенно разных условиях. И что влияет на появление вот таких продолжений, продолжения рода, я пока что еще не выяснила. Пока что загадка. Ну а в комментариях, которые вы писали, которые я просила, и добрые люди услышали мою просьбу для моих, так сказать, замечаний и исследований, описывали тоже совершенно разные условия. У кого-то появлялись детки в прохладных условиях, таких экстремальных, можно сказать, при переходах от теплого сезона к холодному, к топительному сезону. И наоборот, в условиях жарких, душных, в условиях квартирных подоконниках с палящими радиаторами тоже появлялись детки. Но такое вот замечание, что 2000 год, он стал таким особенным годом урожайным. Вот такие растения, назовем его так. И очень у многих, у кого до этого не было и не появлялись детки на цветоносах у орхидеи фаленопсис, до этого не было отмечено. Только вот 2020 года. Ну, здесь, возможно, какой фактор? Фактор того, что орхидея достигла определенного возраста, или же находится уже на вашем домашнем содержании определенное какое-то время. Здесь можно пояснить вот таким образом. Ну, а что все-таки является спусковым механизмом для работы гормональной системы, именно для того, чтобы она не образовала, не потрудилась на образование цветоноса, а начала работу над выпусканием, над выращиванием детки, все-таки пока что еще остается загадкой, что является спусковым механизмом для этих гормонов. Ну что ж, вот я подробненько показала, рассказала все свои мысли, прокомментировала ваши комментарии, тоже высказала свое мнение. И сейчас последним этапом перед отделением деточек осталось только показать еще раз вот эту детку, как она очень хорошо выросла. Это растение с фаленопсиса мы отделяли с вами в прошлом году. Подробнейший видеоролик есть на моем канале. Оставлю на него ссылочку. Я показывала в том видеоролике, как этих деточек вот таким же образом я снимала, но предварительно я на них одевала такие ограничители в виде стаканчиков и пыталась приучать корни этих орхидей к содержанию не совсем в таких вот воздушных условиях, а все-таки пыталась им до посадки сделать промежуточную посадку. И время от времени, не каждый день, лесной мох, который был заправлен в эти стаканчики, я слегка опрыскивала, давала, можно так сказать, лишнюю влагу, порцию лишней влаги, для того, чтобы корни как бы поняли, веламен, чтобы привык, понял, что это такое, и привык к работе в повышенной влажности, так назовем. И вот на сегодняшний день, летом будет год, как я отделила эту деточку. Посмотрите, это уже целое самостоятельное растение, тоже оно загореленькое, так как материнское его растение и эта детка образовалась на подоконнике. Сейчас это растение живет, после момента отделения, живет на полке в полностью искусственных условиях, можно так сказать, с 14-часовым световым днем, но вот самостоятельно. Отрастило оно вот такие вот очень большие корни, они все длинные корешки, они с активными тоже кончиками, все растут, корни наполненные, они не высохшие, не сжатые, хотя поливом я это растение тоже не балую. Вот на днях долила чуть-чуть водички, как я всегда говорю, на пальчик. Здесь мы укладывали с вами лесной мох при пересадке и крупные куски коры. Вот посмотрите, как это небольшое количество влаги, очень хорошо распределяется по всей корневой системе и увлажняет практически всю посадку. Остается сухим, вот расстояние точно так же в один пальчик. Это благотворно влияет на рост и развитие, также позволяет не развиться никаким тут гнилостным процессом. Черненькое это уголь, мы затирали с вами шейку, место среза, крепления к цветоносу. И вот такие очень шикарные толстые корни растут в этом стакане. Жду от этой детки только цветений. Их было несколько, но уже некоторые нашли своих новых хозяек. Ну а сейчас приступлю непосредственно к снятию вот этих вот деток с цветоносов. Происходить сейчас все будет следующим образом. В своем прошлом видеоролике я вам показывала, что здесь началась проблема, цветонос начал чернеть и как бы усыхать. Но при всем этом детка прекрасно растет и развивается, продолжает развиваться. И сейчас для того, чтобы упростить себе работу, я не буду подрезать и где-то там что-то вот так вылавливать, чтобы срезать очень аккуратно. Я срежу с захватом цветоноса, вот так с небольшой частичкой цветоноса. И несмотря на то, что он какой-то чернеющий и усыхающий, посмотрите внутри, он абсолютно зеленый. И сейчас, когда я сделала срез, прям соки брызнули мне на перчатку. То есть очень активно идет питание. Детка питалась от материнского растения. Теперь уже вот будучи срезанной, вот таким очень симпатичным малышом в моих руках, я буду удалять остатки, вот таким образом, этого цветоноса. У меня здесь приготовлен диск с мощным спиртом. И я стараюсь делать как можно все стерильнее. Потому что, как видим, здесь некоторые проблемы все-таки на цветоносе имеются. И его я хочу полностью вот таким образом удалить. А чешуйку, которую здесь осталось, зачистить при помощи пинцета. Это чешуйка от почки. В принципе, она очень тоненькая. Здесь я ее в нескольких местах уже надорвала. И она мешать появлению корней не будет. Также здесь вот заметна какая-то еще почечка. Возможно, собирался развиваться цветонос. Такое явление нередкое. Ну вот, как я уже показала, у меня случилось впервые. То, что детка дала цветонос. Ну все, ковырять излишне смысла нет. Поэтому вот отделение первой деточки прошло успешно. Сейчас я пока ее отложу. Буду срезать других деток. И еще я приготовлю активированный уголь, чтобы затереть это место углем. Материнское растение. Вот он, этот цветонос. И поскольку он испытывал какие-то проблемы, с ним я поступлю вот таким образом. Я отрежу на почку. Ниже вот этот цветонос. Здесь он был немного поражен. Видите, как подпалено. Напоминает что-то вроде фитофторы или еще что-то. Непонятно. Но лучше, если я удалю это место. И цветоносик мой останется у растения полностью чистенький, полностью хорошенький. Все. Эта мамочка у нас освободилась от своего бремени. И теперь я хочу приступить к вот этой детке. Так, также сейчас очень хорошо я протру лезвие секатором. И здесь я поступлю аналогичным образом. Так как почек у меня ниже на цветоносе больше нет. Он вообще получился как бы из-за разветвления. Вот здесь вилочка получается. И здесь я смело могу отрезать. Больше ничего не образуется. Беречь здесь, как говорится, нечего. Отставляю это растение. Следующую деточку нужно еще будет на нем дорастить. И здесь аналогичным образом. Я вижу четкие границы прохождения цветоноса. И попки детки, так скажем. Основание детки. Сейчас я аккуратненько подберусь. Вот так можно корешочек. И в этом месте. Вот так. Очень осторожно. Я сделала срез и убрала все лишнее. Таким же образом с помощью пинцета я зачищу какие-то остатки. Уберу. Ну и здесь очень тоненькая чешуечка. Она не мешает корню. Корень уже образовался. И будет расти дальше. Все точно так же. Отделение этого замечательного орха ребенка произошло. Тоже его отложим в сторонку. И постараемся сейчас отделить следующую детку. Вновь я протираю лезвие секатора. Так. Сейчас нужно. Вот таким образом поступлю. Так. Нужно еще, чтобы было видно вам. И таким же образом срежу с частью цветоноса. Закреплю вновь эти два цветоноса. Вот таким образом. Свободно. А у этого растения точно так же, как и у предыдущих. Сейчас здесь цветоносик. И я все-таки попытаюсь его сохранить. Мы заодно понаблюдаем, что из этого получится. Кстати, если вы смотрите мои видеоролики не на ресурсе YouTube. То можете пройти. Я всегда оставляю ссылку на мой YouTube канал. Можете пройти и посмотреть плейлисты. По тому, как сажаем фаленопсис. И разные всякие другие. Реанимация, полив и все остальное. И про этих деточек, кстати, вот тоже видеоролики можно посмотреть. Так. Сначала здесь намечается еще появление корешочка. Вот здесь видите припухлость. Так. 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 Очень осторожненько. Несколько этапов можно даже. Возможно, где-то оно и само отломится. Вот так руками. Вот так. И этот тоже он сам вот так руками отошел. Рукой я просто вывернула его. Ушла, к сожалению, из кадра в этот момент. Ну, ничего страшного. И вот эту попочку, это основание вот таким образом подрежу. И вот получилась деточка. Цветоносик у деточки. И я думаю, что будет расти, прекрасно развиваться это растение. Вот такие корешочки. Корешочки по 5-7 сантиметров. Вот. И сейчас приступим к посадке этих растений. Исходя из длины корней, что отрастили детки, я подобрала им емкости. Но, к сожалению, ничего более подходящего у меня не нашлось. Вполне было бы неплохо посадить их в высокие бокалы, но гораздо меньшего объема. У меня есть вот такие бокалы пол-литрового объема, но заполнять их субстратом полностью я не буду. Сейчас вот в таком состоянии детка может существовать самостоятельно. Но нужно, чтобы вот эти ее корни начали функционировать и потреблять, поглощать влагу для того, чтобы нормально она развивалась в своем дальнейшем будущем. Но при этом ей требуется минимальное количество субстрата и минимальное количество влаги. Приучать нужно постепенно. Итак, для этой маленькой деточки я приготовила вот такой стаканчик от когда-то ранее полученной орхидейки. Думаю, что он ей подойдет. Для того, чтобы сделать посадку, я подготовила сосновую кору фракции 2,5. И сейчас посадка будет состоять в том, что я просто вот так слегка заполню. Хочу немножечко уточнить, что мой канал не является обучающим. Я на нем показываю, как я взаимодействую со своими орхидеями. И демонстрирую это вам. Если кто-то найдет полезную информацию в моих видеороликах, то я буду очень рада. Но принимать это за монету, что вот так, только так нужно делать и никак больше, это позиция неправильная. Я так не позиционирую свои видеоролики. Итак, вот таким способом я ее размещу. Пусть он будет чуть повыше, этот стаканчик будет создаваться большая, лучшая влажность для ее адаптации. В последующем этот стаканчик можно будет подрезать, тем самым освободив листики. Но при всем при этом она может отращивать новые корни, а стенки стаканчика их будут направлять, будут служить направляющей для того, чтобы корни росли вниз. Но при необходимости всегда есть возможность обрезать стаканчик ровно так, как будет необходимо. И вот сейчас я этими крупными кусками коры просто-напросто закидаю в произвольном порядке корни этого растения. Таким образом она укрепится, а хорошо закрепленное растение в несколько раз лучше и быстрее приживается. Должны оставаться большие, хорошие воздушные карманы. Не нужно пытаться уложить кору как-то очень плотно. Можно лишь слегка подбирать более удобные кусочки, особенно вот на этапе, когда я подобралась к шейке растения, для того, чтобы оно более устойчиво оказалось в этой конструкции. Ну, конечно же, я помню о том, что вся эта конструкция, она временная. Форма стаканчика сформирует корневую систему, которая позволит впоследствии пересадить его в стандартный стаканчик, стандартный горшочек, в которых мы привыкли покупать орхидеи. Вот. А это самое главное. Потом зато все это будет эстетично, красиво смотреться. Вот сейчас я ее подниму, чтобы она была не на бок. Кроме того, очень хорошо прозрачные стенки вот этих стаканчиков, которые я подобрала, они будут очень хорошо пропускать свет. Следовательно, растение не будет ущемлено в получении надлежащего ухода. Вот и все. Посадка этого растения завершена. Посмотрите, какие воздушные карманы, какие корешочки, как они легли и как разместилось само растение. Вот такого приятного салатового цвета. Позже я подпишу этот стаканчик, на всякий случай, просто чтобы не забыть. И приступлю к посадке следующего растения. Следующая деточка, она имеет вот такие в сторону растущие корешочки. И сейчас их нужно будет очень аккуратно заправлять в стаканчик. Точно так же я положу сначала несколько кусочков коры. Для того, чтобы стаканчик был устойчивым, более устойчивым, можно использовать несколько камушков красивых. Это так же создаст эстетический вид, пусть даже на время. Но камушков у меня нет сейчас, поэтому вот таким образом я эту маленькую растенечку погружу в этот стакан. Длина ее корней позволяет сделать это только вот так. Но мне этого будет достаточно. Корешочки очень хорошо разместились. И сейчас я очень аккуратно, чтобы не повредить эти, словно боеголовки, молодые кончики, и уложу кусочки коры очень аккуратно. Потому что малейшее движение, можно даже иногда просто провести пальцем по самому-самому кончику, по самой вершинке. И корешок начинает закукливаться. Я рассказывала о системе развития и о корневых зонах в одном из своих видеороликов. Его я, кстати, тоже с ссылочкой оставлю в описании под этим видеороликом в инфобоксе. Проходите, посмотрите, послушайте. Очень интересно, за что отвечает каждая зона корня. И что представляет собой самый кончик корня. Какие процессы происходят непосредственно в этой зоне. Опекальной зоне, самой вершинки этого корня. Именно это является точкой роста корня, а не основанием. Как некоторые, я сталкивалась с таким мнением, что некоторые считают, что корень растет, начинает свой рост от шейки. От шейки начинает появляться лишь только корень. После того, как он появился и пробился, можно так сказать, все, от шейки у нас больше ничего не растет. От шейки только корень крепится. Весь остальной рост происходит от кончиков. Это очень важно понимать. Это не как наши с вами ногти, не ногтевые наши пластинки, где ноготь растет от основания. А здесь мы видим свободный край. У корня растения все обстоит иначе. Наоборот, около шейки он только как бы крепится, грубо выражаясь. Растет он от кончика. Наращивает свою длину от кончика. И клетки, постепенно отмирая и переходя в следующую зону, становясь следующей зоной, создают общую поверхность, общую площадь корня. В варианте с виламином это очень хорошо видно. На корне простого растения, простейшего с корнями, будь то томатный куст или еще какой-то, мы этого не увидим, как происходит отмирание этих клеточек. Но у фаленопсиса очень наглядно. Ну и строение корня, конечно, фаленопсиса от строения простого растения, иного растения, оно довольно-таки отличается. Здесь я положу тоже так кусочек на тот маленький корешочек, чтобы он его направлял вниз. Ну и вот таким образом растюшка маленькая, можно наблюдать по объему этого стакана. Смотрится она в нем как-то неуютненько, но такие отросшие корни не оставили мне никакого выбора. Вот так они разместились, и так они находятся в стаканчике. Поливать эти растения я буду через несколько дней и небольшим доливом водички, которая будет испаряясь, питать наш виламин, напитывать, пропитывать его влагой. На первых порах этого будет достаточно, и корни очень хорошо смогут приучиться жить в такой среде. Ну вот видите, да, я сейчас уже вспомнила, что заговорилась и не смазала попки толченым углем. Ну и ничего страшного в этом нет, дергать растения я уже не буду, чтобы не повредить и не причинить большего зла. И так как я поливать буду только через несколько дней, посадка воздушная, никакой излишней влаги сейчас здесь нет. Здесь все само естественным образом подсохнет, ничего страшного не будет. Но желательно это место затереть угольком. Вот у этого растения я сейчас это сделаю. Можно использовать уголь из мангала, можно использовать пепел из мангала, а можно использовать таблетку активированного угля из аптеки. И хорошо раздробленная таблеточка, растолченая, вот таким образом накладывается, и потихонечку это место как бы затирается. Вот и все, процедура очень быстрая и совершенно не сложная. Вот таким образом. И там, где было повреждение, уголек очень хорошо прилип. Ну, корни вот попачкались сами собой. Ну, а вот такое маленькое крохотное местечко со спичечной уголовкой, место крепления этого растения к материнскому цветоносу. Ну, а эту крошечку я вот так, наверное, сейчас обмотаю мхом, лесным мхом. Постараюсь ей оставить цветоносик наверху, а корешочки будут упакованы в посадку. Так, 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 так. Под цветоносик, чтобы его отделить от мха, так как он устремлен кверху, я подложу кусочек коры. Это на случай, если вдруг цветоносик все-таки будет развиваться. Вот таким образом состоялась посадочка. Я вижу корешочек, этого будет достаточно для наблюдений. Кривовато чуть-чуть вышло, но как есть, само ее расположение. И поставлю я ее под лампы, и она со временем выправится. Цветоносик сверху, вот таким образом, тоже буду наблюдать за его дальнейшим развитием. И держать вас в курсе событий. Вот таким образом я сегодня в этом видеоролике провела отделение деток от материнских растений, орхидеи фаленопсис. И в дальнейшем они будут расти и развиваться самостоятельно. Ну а мы с вами будем с удовольствием за этим действием наблюдать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередные видеоролики. Обязательно ставьте колокольчик. А также не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Если остались вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Все полезные ссылочки по данной теме оставлю под этим видеороликом. Проходите, смотрите. Благодарю вас за просмотр. С вами была Татьяна. До новых встреч!